Экономика, бизнес, финансы. Программа Экономика. Программа Экономика. Тем временем призывами жаловаться на начальство власть еще больше мешает бизнесу, так считает основатель компании «Водовоз» Ильяс Агаев. Когда слышишь, что если у вас понижается заработная плата, если начались какие-то сокращения, обращайтесь в прокуратуру. На мой взгляд, это то, что делать сейчас совершенно не надо. Сейчас, наоборот, нужно выйти и спокойно сказать, друзья, всем тяжело. Важно сейчас сплотиться и с пониманием отнестись к временному снижению зарплаты или к снижению количества объема работы. Вместо того, чтобы говорить о том, что в случае чего идите в прокуратуру. Да не поможет прокуратура. Прокуратура не отменит коронавирус. Весь апрель президент объявил в России нерабочим сохранением зарплаты. Кировский юрист Ян Чеботарев заявляет, что это противоречит трудовому законодательству. Работодатели не обязаны оплачивать бездеятельность сотрудников. Руководитель фирмы «Маяковская» Дмитрий Сергеев в нашем эфире рассказал, что никто из его сотрудников сейчас не работает, но как это оформить документально, он пока не знает. Экономика. На 101 АФМ. Арендодатели обязали дать отсрочку по оплате из-за коронавируса. С апреля вступил в силу соответствующий закон. Арендодатели теперь должны заключить допсоглашение до конца месяца, в которых будет обозначена отсрочка на весь 2020 год. Размер платы может быть изменен сторонами договора аренды, отмечают в областном правительстве. Кроме того, арендатор может потребовать уменьшить плату, если не мог использовать арендованное имущество из-за решения региональных властей о введении режима самоизоляции или чрезвычайной ситуации. Также власти хотят ввести арендные каникулы. Вопрос этот сейчас прорабатывается. Экономика. В завершении о валютах. Доллар сегодня, как и всю предыдущую неделю, 77-73, курс евро 85-74. Ольга Балезина, новости экономики в Кирове. Программа «Экономика» на 101-ФМ.